По крикам зрителей можно было понять, что подавляющее большинство болеют за прокатчиков, а небольшой фрагмент начала матча передает энергетику, которая была в зале. Все ожидали упорной борьбы, но ожидания не оправдались, потому что 16-й разыграл великолепную атаку и Максим Удинцев забил гол уже в начале первого тайма. В конце тайма прокатчикам удалось вывести на удар игрока под номером 10, единственного игрока в красной футболке, который не упустил своего шанса. В итоге 2-0 после первого тайма. Физкультурный цех не создал ни одного острого момента у ворот соперника. В начале второго периода 16-му удалось забить еще два гола. Футболисты 51-го во втором тайме создали несколько опасных моментов, но либо игроки били мимо ворот, либо выручал вратарь 16-го Андрей Бабушкин. Работы у него в этом матче, откровенно говоря, почти не было. Прокатчикам до конца игры удалось забить еще три гола. Мы часто с ним, с этим соперником встречаемся, всегда они дают хороший отпор, но видно, может, подустали. У нас так получилось. Футбол игра такая, как мячик ляжет, так и получится. В том году мы проиграли 2-4, также в мини-футбол, в кубке, в этом выиграли. После матча прошла церемония награждения команде 51-го, грамота за второе место. 16-му, помимо грамоты за первое место, вручили и кубок. Со своей стороны я бы хотел сказать, что финалы проходят всегда в упорной борьбе, но сегодня нам повезло больше. Вот хотел бы поблагодарить руководство цеха 16 за то, что идут навстречу ребятам, освобождают. Вот сказать спасибо болельщикам, они всегда нас традиционно поддерживают. И в преддверии праздника хотел бы поздравить всех жителей города Верхняя Салды и работников корпорации с великой победой. С 9 мая, Салдинцы. Кубок по мини-футболу окончен, но футбольным командам предприятия расслабляться не стоит, а стоит набирать форму перед первенством в СМПО по футболу, которое пройдет летом на стадионе Старт.